всем привет меня зовут наташа это мой муж андрей и записываем мы вам видео поздороваюсь записываем мы вам видео из стамбула из нашего номера в отеле завтра мы собираемся уже уезжать пробыли мы в стамбуле уже сколько сейчас сейчас почти 12 часов ночи 23 59 ровно 12 завтра 8 утра у нас уже выезд из отеля но к сожалению приходится вот в такое время только потому что целыми днями гуляем и времени для того чтобы вот так вот спокойно расслабиться появляется только в 12 часов ночи и так два с половиной дня мы пробыли в стамбуле и теперь уже полностью есть какое сложившееся впечатление о городе о достопримечательностях обо всем остальном и можно конечно же поделиться если это интересно то давайте приступим итак достопримечательности мы их посетили на самом деле достаточно большое количество хотя не планировали вообще ни по каким достопримечательностям ходить но в центре например расположено все настолько близко друг другу что спокойно ты ходишь и это у тебя не занимает много времени мы кстати живем в самом центре старого города возле мечети султан ахмет кто бывал в стамбуле наверное знает возле цистерны базилика ну в общем если вы не бывали и когда-нибудь поедете вы поймете отель у нас прекрасно отель у нас стать очень классные это четыре звезды но но здесь достаточно нормально в принципе учитывая что приходим мы сюда только ночевать и внутренние образцы никак не интересует но очень приятное место там где мы завтракаем завтрак у нас включен это 6 этаж это веранда с которого открывается вид на голубую мечеть султан ахмет самую красивую на мой взгляд хотя внутри других я не была но это мне очень нравится и снаружи в том числе и всех увиденных мною и на мечеть а и софия которая уже не действующих то есть на весь центр города и при этом еще на мраморное море такая панорама вообще шикарная очень красиво и поэтому отелем принципе мы довольны а давайте по достопримечательности из того что посещали сегодня мы были в голубой мечети и мне там очень понравилось конечно это очень богатое убранство и хорошо что разрешено посещать и туристам и верующим конечно там нужно одеть на покрыть голову и там специальные юбки и раздаются тоже для тех кто неподобающе одет но в мечети очень красиво и это то место которое посещается бесплатно то есть это та достопримечательность на которой вы не потратите на посещение никаких денег но например по своей масштабности и красоте она на меня произвела большее впечатление чем дворец стопка папы почему-то хотя туда за вход в гарем и сам дворец мы заплатили 65 лир но там не так богато внутри потому что не знаю почему ты скажешь сколько-то в рублях 65 65 лир это 1 лир примерно 15 1 лира примерно 15 рублей то есть это такие на самом деле больше но около 1000 рублей наверно и да там можно долго гулять но в тот день когда мы туда ходили был дождь было достаточно холодно и сыра и мы как-то быстро закруглились с походом по этому дворцу но он оказался для меня не таким не таким впечатляющим и не таким классным как вот даже голубая мечеть вообще самым удачным днем был у нас третий день потому что как-то наверное ты больше узнаешь город или я не знаю что уже сегодня те места которые посещали все мне очень понравились в первый же день мы поплавали по босфору эта прогулка у нас ходила в стоимость поездки хотя стоит она всего 5 долларов до или 5 лир и долларов стоит она 5 долларов эта прогулка полуторачасовая по босфору на большом таком достаточно кораблики и я советую это сделать пусть даже было холодно пусть дул сильный ветер на улице в это время года в стамбуле примерно плюс 15 но на море конечно это все сильнее и холоднее чувствуется но у меня впечатление что ты можешь во-первых быстро осмотреть все вот эти как их назвать все побережье то есть все что расположено на побережье привычек все достопримечательности которые расположены на побережье на которых ты например долго будешь добираться ну а во вторых это замечательные чайки которые кружат вокруг корабля просто в огромнейшем количестве в ожидании когда их подкормят и все местные я так понимаю кто катается на этом корабле они все подкармливают чаек и чайки ловят еду прямо на лету это так классно выглядит мне это очень и очень понравилось а также куда мы еще ходили когда первый день а ходили кушать свиные потроха они свиные потроха до первый день мы также прогулялись по центру города да мы решили найти себе покушать и замечательные такие колоритные места по находили бараньи эти не потроха а кишки кишки бараньи кишки это какое-то традиционное блюдо потому что мы много здесь этого встречали бараньи кишки которые жарятся на вертеле и их раз значит разрубает мелкую очень очень мелко рубят и потом к ним добавляет просто столько же ровно специи сколько потрохов все это запаковывать хлеб еще жир и всем это дают человеку вот я не рискнула и то есть андрей взял и у него горел рот очень сильно хотя хотя он любит острое в общем то не будем рисковать с такими вещами после этого острова мы пошли есть в другое приличное место это была такая я бы сказала кафешка аля наверное ну не это не было забегаловка там было очень вкусно и готовили все очень свежие но это было кафешка из разряда без претензий зато там мы достаточно дешево смогли поесть это было очень вкусно это был бараний шашлык и пицца пицца турецкая пита турецкая пита она называется такая овальная продолговато и это было реально вкусно реально все горячее прямо при тебе это готовит делать и каждому еще подают вот эту замечательную лепешку пухлую которая выпекается тоже прямо при тебе все шикарно замечательно также не один раз мы посещали замечательный магазин магазин сладости я бы сказала так это там же при нем и кафе называется хафиз мустафа да хариз мустафа это целая сеть на самом деле таких магазинчиков по городу где сладости они готовят сами и там же можно посидеть кафешке все это дело попробовать поесть или купить с собой цена там конечно достаточно дорогие но все очень вкусная и вот на вынос с собой мы оттуда не покупали мы купили в другом месте но посидеть там покушать очень замечательно но это до атмосферно так вид на босфор там трехэтажная кафешка в общем все очень красиво мы посетили цистерну базилику что такое цистерна базилика интересная была история с тем как мы ее нашли это было место которое мы запланировали посетить единственное место которое хотел посетить андрей стали мы его искать оказали оказалось что мы живем примерно в 100 метрах наш отель находится в 100 метрах от этой цистерны базилики и мы каждый день проходим мимо кроме того каждый раз когда идем куда-то мы проходим мимо но узнали да чисто из любопытства дай посмотрим что там за большие ворота и оказывается это цистерна базилика в общем мы в нее зашли запах московского метро который очень привлекает андрея запах просто власть запах затклость для меня это запах затклости но у всех свои вкусы в общем то 10 лир стоит вход ничего сильно примечательного нет даже зловеще достаточно это выглядит это бывшее водохранилище которое осушили и в нем теперь вход стоит 10 лир на просто столбы среди которые подсвечены среди них ты ходишь там же находится какой-то в кафе в котором можно выпить и наверное что-то съесть на мы там не стали ничего делать я не знаю 10 лир не такая большая цена для того чтобы посетить не не так дорого как другие достопримечательности которые мы посещали но ничего примечательного ровно 5-10 минут походил среди этих колон сделал пару фотографий и все пора оттуда выходить то есть но зато это место у тебя у тебя есть место который тебе больше чем она понравилась больше чем цистерна базилика но я очень приветливыми нет в общем это место которое понравилось андрея больше всего поэтому если вы любите запах влажности обязательно идите в цсср на базе интересные места галатский мост на котором примечательно и днем и ночью по моему круглосуточно весь галатский мост усеян рыбаками которые на спиннинге ловят рыбу удивительно что в среде этих спиннингов умудряется лавировать куча кораблей которые плавают туда-сюда но с двух сторон моста это облеплено вот эти лески в они ловят рыбку тут же видимо в местные рестораны продают потому что весь галатский мост усыпан просто ресторанами рыбными и там можно конечно съесть и рыбу и мясо но лучше всего съесть рыбу и это место которое понравилось продают лобстеров да там есть и лобстер там есть все в общем то это место которое по еде понравилось нам больше всего жаль что мы посетили его в последний день иначе захотелось бы вернуться потому что там была вкуснейшая дорадо потому что там мы взяли служу и мы было офигенное обслуживание там огромная конкуренция этих ресторанов наверно не меньше 40 вдоль моста может чуть меньше может около 30 я так считаю что по 10 4 сторон там или до 4 сторон до по 10 четырех сторон около 35 40 ресторанов у них жесткая конкуренция ты идешь они просто чуть ли тебя не за руки хватают кричат брат подойди ко мне русских узнают сразу и тот кому мы решились подойти он сказал вам будет чай в подарок вам будет фруктовая тарелка в подарок вам будет если что-то вам не понравится вы можете мне не платить из-за обслуживания с вас денег я тоже не возьму мы решились туда зайти это было офигенно вкусно стоило это 70 лир что равняется тысячи рублей около тысячи рублей но это было еще 50 1050 это обалденно вкусно нам также дали оливковое масло с толчеными оливки маслинами протертыми нам дали теплый жареный хлеб очень вкус очень в самый вкусный хлеб который мы пробовали это офигенный ресторан который просто можно рекомендовать обязательно на голодском мосту посетить рыбный ресторан там из-за сильной конкуренции кормят очень и очень вкусно все свежее при тебе рыбку свежую приносят и и выбираешь который ты хочешь чтоб тебе пожарили ну вообще никаких нареканий и только-только положительные впечатления также мы посетили голодскую башню на голодской башни открывается шикарный вид на весь стамбул там по кругу можно обойти это будет круговое движение самое положительное что на голодскую башню есть лифт который поднимает тебя наверх и тебе практически там буквально пару этажей нужно пройти по ступеням узеньким а все остальное это делаешь на лифте отстояли в очереди примерно полчаса потому что очереди достаточно приличные во все туристические такие объекты но мы решили я попросила ее посетить и там же есть и ресторан на голодской башни там же есть и кафе в котором можно что-то перекусить виды были очень классные и это то место которое мне очень понравилось такие панорамные виды на весь стамбул это очень красиво стамбул с высоты посетили мы вокзал секрет же который на которой пребывал знаменитый восточный экспресс но этот вокзал нынче его атмосферу понять и прочувствовать просто невозможно потому что вокзал превратили в рынок и там теперь стоят торговцы которые продают что-то из запоминающегося это были огромные буханки хлеба торговцы которые торгуют люди а вокзал ты не видишь на территории вокзала открыли ресторан в котором пусто но туда зайти невозможно поэтому нет нет и нет я его но совершенно не советую не рекомендую не рекомендую из того что понравилось реально это парк гельхене которые находятся как раз недалеко от дворца топ копы но вообще в центре в старого города все очень рядом все можно обойти пешком и это очень радует в парке в парке просто красиво ты просто расслабляешься там нет ничего какого-то там не не знаю каких-то достопримечательностей но тем не менее это место которое в своим простором своими высокими деревьями понравилось мне тоже одно из больше всего там есть настоящие попугаи которые живут на свободе попугаи на деревьях в парке посредине стамбула для них построены скворечники которые висят на высоте очень приличной метров сколько 20 до 10 метров 10 на высоте метров 10-15 эти скворечники при деланных деревьям то есть и в них живут попугаи вот такая история в парке классно ты отдыхаешь душой и расслабляешься можешь пройти прямо до мраморного моря очень красиво замечательно следующая достопримечательность была многие называют это местный арбат стамбульский район биоглу мы прошли его кстати от начала до конца потому что мы шли к метро и почему-то так случилось что мы посетили три раза но 4 до обратно в общем шатались по нему очень долго шатались по нему очень долго шатались по нему очень долго в разные дни посещали его разные хотя самого первого раза он произвел отрицательное впечатление грязные весь в ремонте сейчас трамвайчик знаменитый не ездит по нему довольно много нищих довольно много нищих попрошаек и вот это сегодня последнее то что мы увидели это антисанитарные они их едят сырыми это мидии может не сырыми как-то полувареными в общем разложен лоток стоят в каждом переулке стоит чем любителя у которого лоток с мидиями и еще гора лимонов то есть гора мидии лежит на деревянном лотке и гора лимонов он деревянному там какой-то коробка короче в общем он берет эти мидии приправляет их лимоном и люди вот в этих условиях городских прямо в рот отправлять себе эти мидии я так и не поняла где и каким образом мидии были приготовлены может быть они сырые или как они или какие-то соленые возможно как они едят в общем этот арбат но наш арбат он чистый и красивый и как-то прилично там грязно все в ремонте и куча нищих поэтому не не запомнилось чем-то хорошим а заканчивая о достопримечательностях на хорошей ноте хочу добавить про башню сапфир которая находится достаточно далеко от центра и на нее нужно ехать с пересадкой на метро то есть на ней на несколько это и про транспорт потом расскажем это я планирую то есть можно с несколькими пересадками ли за мной пересаживайтесь на сапфире но почему нам в итоге понравилось но не заказали ты приходишь и тебе говорят мы два дня подряд приходили в первый мы поверили во второй нет тебе говорят ой там туман туман возьмите пожалуйста симуляцию что такое симуляция это 4d которое кино 4d в течение пяти тире десяти минут где тебя катает по всему стамбулу якобы на вертолете мы все таки в первую поскольку нам уже надо было уезжать во второй день мы решили что мы зайдем на башню чувак нас обманул тумана не было было видно весь стамбул туман был но очень далеко да но при этом он умудрился еще продать нам эту симуляцию по дополнительных пять лир с человека ну так она стоит побольше да но она стоит больше на самом деле это он называет helicopter view и она стоит 16 лир но он как-то умудрился нам сделать скидку из и пройти и по 5 до очень красивый вид на весь стамбул открывается с башни сапфир это тоже желательно не холодное время года посещать потому что там можно конечно посидеть за столиками расслабиться и так далее если тепло также там есть ресторан в котором можно поесть и 4d симуляция где-то якобы летишь на вертолете это тоже очень интересная вещь просто жалко стало что продали обманом да собственно говоря навязали как бы эту услугу сказал что там туман и вы вообще хоть что-нибудь купите мы поверили человеку а было не очень приятно в общем то с этом на этом с достопримечательностями все мы конечно не посетили все мы конечно не брали гида и чего-то еще мы просто предпочитали ходить и сами исследовать улочки стамбул очень атмосферный очень я бы сказала каждая улица является достопримечательностью это очень старый как мы старый город и вот его не знаю мне от его атмосфер тебе понравилась его атмосфера стамбул город контрастов ну да у всех свое мнение у меня такое хорошо мне очень понравилось в стамбуле мне понравилось что на каждой улице на каждом доме есть за что зацепиться взгляду то есть он интересный его хочется рассматривать его хочется изучать и конечно за три дня это невозможно поэтому здесь нужно быть дольше чтобы чтобы просто по нему гулять ну на этом первая часть я думаю будет заканчиваться потому что очень уж долгое получилось видео а в следующей части будут другие интересные моменты которые есть там были кроме достопримечательностей все что будет полезно узнать человеку путешественнику который собирается ехать стамбул всем пока пока